Музыка По плану занятий в университете рабочих корреспондентов. Тема такая. Уничтожение классов. Ведет занятие кандидат экономических наук. Виктор Иванович Долков. Добрый вечер, дорогие товарищи. Во-первых, хотел бы пояснить, почему мы решили включить в план занятий этого семестра такую тему – уничтожение классов. Во-первых, уничтожение классов или построение коммунистического общества, а коммунизм, как известно, бесклассовое общество – это наша программная задача. Она всегда стояла и будет стоять. Поэтому мы должны в любых условиях эту тему постоянно возобновлять. Тем более, я напомню факт истории. Лето 1919 года Деникин рвется к Москве. Тяжелейшая ситуация в Советской России, как говорится. А Владимир Ильич Ленин пишет известную статью «Великий подчинь», который в том числе рассматривает и теоретические, и практические вопросы построения бесклассового коммунистического общества. И второе. Поскольку я нахожусь в законном отпуске, посвятил свободное время изучению литературы, связанной с классами, с классами структуры общества, был в Российской национальной библиотеке. Естественно, посмотрел в интернете то, что пишут в левой, а точнее сказать, в окололевой блогосфере. Ну, должен сказать, столько наворочено всего, что этот вопрос, безусловно, нам нужно опять поднять. Ну, а для того, чтобы понять, что нужно сделать для уничтожения классов, необходимо прежде всего вспомнить, что это такое классы. Ну, классовое деление общества и вообще классовая борьба – это не открытие Маркса и Энгельса. Это сделали до него французские буржуазные историки, имели известно Терри, Гизо и Миньель. Но именно Маркс и Энгельсом поставили этот вопрос, эту проблему решили на строгой научной основе, которая связана с фундаментальными понятиями, положениями исторического материализма. Материальное производство – это первооснова человеческой жизни. А классы – это понятие связано с экономическими отношениями, с производством прежде всего. Я напомню тоже такой факт, что основное произведение марксизма – это все мы хорошо знаем, «Капитал» Карла Маркса. И Маркс планировал закончить это произведение исследованием классов. И последняя глава третьего тома так и называется классы. Но, к сожалению, она оказалась неоконченной. Буквально одна страничка. Но, во всяком случае, изучение и рассмотрение «Капитала» Марса здесь не оставляет никаких сомнений в том, что экономическую структуру или классовую структуру буржуазного общества составляет два основных класса. На одном полюсе – класс наемных рабочих, на другом – класс капиталистов. Причем эти два класса – классы с противоположными экономическими интересами, то есть антагонистические. И противоречие между наемным трудом или классом наемных рабочих и капиталистов есть проявление, одна из форм проявления основного противоречия капитализма. И разрешается оно тем, что рабочий класс берет власть в свои руки и устраняет власть капиталистов, и сам капиталистический способ производства и строит коммунистическое бесклассовое общество. Но я буду периодически обращаться к высказываниям Маркса, Энгельса и Ленина на этот счет. Маркс отмечал, что капиталист и наемный рабочий – это единственные деятели и факторы производства, отношения и противопоставления друг к другу, которых вытекает из сущности капиталистического способа производства. Ленин, который явился продолжателем дела Маркса и Энгельса и в теоретическом плане, и в практической плоскости, поскольку в Советской России была совершена социалистическая революция, началось строительство социализма, был построен социализм. При Ленине, во всяком случае, приступили к строительству социализма. Ленин в работе «Великий почин» как бы дает следующее классическое понятие классов. Классами называются большие группы людей, различающиеся, во-первых, по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению, большей частью закрепленному и оформленному в законах к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которую они располагают. То есть, я повторюсь, ключевой критерий деления общества на классы – это положение по производству. Ну, немного, так сказать, отойдем в сторону связанную. Как только появился Карл Маркс и их работы, тот же буржуазия, их теоретики, и апологеты, как их называют, у них нюх на эти дела очень острый, они почувствовали опасность в марксизме. Тоже появились работы, которые пытались либо опровергнуть марксизм, либо вроде как развить марксизм внешний, но на деле тоже его попытаться опровергнуть. И сейчас, вот если посмотреть даже то, что сейчас, какие есть точки зрения, концепции буржуазные, их море. В чем некоторые подстраиваются вроде под Маркса, под его развитие, но в целом задача одна – это в море точек зрения утопить истину. И приемов здесь масса. Ну, прежде всего, самый любимый, я не буду останавливаться, ведь их очень много, и это не тема сегодняшнего разговора, может быть, будет у нас время отдельно поговорим. Самый любимый подход – это выделить в буржуазном обществе не класс капиталистов, класс наемных работников, а некие такие высший класс, низший класс и средний класс. Уже даже по названию, как бы вымыть вот это классовое содержание марксизма. А средний класс как формируется? Да, прежде всего, по доходам. Вот если мы вспомним, я процитировал Ленина, там есть такой критерий. Но это распределение по доходам – это вторичный, производный, от основных, которые связаны с собственностью на средства производства, с местным в исторически определенной системе общественного производства и ролью общественной организации труда. Он вторичный. Кто сколько получает доходов? Вот давайте берем любую градацию и увидим, что в этот средний класс попадают у нас и представители буржуазии, и мелкой буржуазии, и технические, и интеллигенции, и служащие, и часть рабочих, которые получают достаточно высокую заработную плату. То есть классовое содержание полностью вымывается. Ну а сейчас мы можем сказать, что в эту классовую структуру даже слово «класс» это пытаются как-то вымрать, выкинуть. Используют понятие «страты», от слова «стратификация», «страты» – «слои», то есть термом из геологии. И сюда добавляют, кроме экономических критериев, и политические отношения к власти, и какие-то другие социальные, и образования, и возраст, и прочее, 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 включая психологические термины. Как сам человек чувствует себя и к кому он себя относит. Здорово, да? Вот я, например, считаю себя Наполеоном. Могущий это положено номер шесть. Совершенно верно. Если я так считаю, то вполне обоснованно меня следует отнести к известной социальной группе. Товарищей вполне возможно изолировать. Но это как бы и шутка, и серьезно. Повторяю, что в этих многочисленных построениях, в структурах смысл один – растворить в море этих точек зрения истину. Ну а мы идем дальше. Итак, значит, у нас на входе как бы капитализм, классовое общество с антагонистическими классовыми интересами капиталистов и наемных рабочих. Но на выходе должен быть бесклассовый общество, коммунизм. Как к нему идти? Что делать? Опять обратимся к Карлу Максу, потому что в письме к Иосифу Ведемееру он очень сжато, рельефно и отлично показал вот эту цепочку. Первое. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое. Что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Второе. Что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. И третье. Что эта диктатура пролетариата составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу бесклассов. Вот здесь появляется как бы важнейшее положение. И первое. Что главным условием необходимых преобразований в деле создания, созидания бесклассового общества является диктатура пролетариата. И Владимир Ильич Ленин, как продолжатель дела Марк Шенгельса, он неоднократно указывал на это обстоятельство. Но я напомню тоже известную его мысль, что только городские, вообще фабрично-заводские, промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся во всей борьбе за полное уничтожение классов. И далее. Классы остались и останутся в течение эпохи диктатуры пролетариата. Диктатура будет не нужна, когда исчезнут классы. Они не исчезнут без диктатуры пролетариата. Вот первое важнейшее условие. А что нужно делать для того, чтобы построить бесклассовое общество? Ну, давайте опять вспомним историю. 25 октября, не 26 октября. По старому стилю 1917 года. Или 8 ноября по новому стилю. Свершилась день назад победоносная социалистическая революция. Рабочий класс взял власть в свои руки. Установлена диктатура пролетариата. Создано советское правительство. Приняты первые декреты. Декрет о земле, декрет о мире. Закреплен 8-часовой рабочий день. А что в экономике? Ведь классы-то это. Экономическое понятие. А в экономике у нас капитализм, ну и мелкотоварное производство. Я должен сказать, что наряду с основными классами капитализма существует еще третий класс мелкой буржуазии. Тот класс, который с одной стороны трудится сам, с другой стороны имеет средства производства, на которых он трудится. И вот это его двойственное положение и характеризует его политическую позицию. Тем, что он трудящийся, он близок к рабочему классу. А тем, что он собственник, он капиталистом. И вот, так сказать, по всей своей жизни, по всей своей истории мы видим эти колебания в мелкой буржуазии. Так вот, в экономике России капиталист оставался. То есть были капиталисты. Значит, рабочие, несмотря на то, что было, они взяли власть в свои руки, они ставились наемными, рабочими. Была та же эксплуатация. Был только рабочий контроль. Ну и что, рабочий контроль? Рабочий контроль, как капиталисты эксплуатируют рабочих. А что нужно делать-то? Вот обратимся, к тому, как я написал, второй критерий классовое уделение это отношение к средствам производства. Значит, рабочий класс, диктатура, пролетариата должна у капиталистов средства производства взять и обратить в общественную собственность. И ведь это делается не одним декретом. Это целый процесс. А в собственность, в общественную собственность, что значит? Национализировать и сделать их государственными. И понятна здесь логика. Потому что власть в руках государства пролетарская, а рабочий класс, как наиболее передовой, наиболее религиозный класс, выражает коренные интересы всех трудящихся. Поэтому средства производства должны быть обращены к стать общественным, стать государственным. Так ведь процесс национализации начался только в 1918 году. И то в течение 1918 года, начало 19-го года, в государственную собственность были обращены только основные, решающие средства производства. Или, как говорил Ленин, рабочий класс взял командные высоты в экономике. На основе этого был сформирован коммунистический уклад. И пошел процесс какой? Переходного периода от капитализма к коммунизму. И содержание этого переходного периода очень простое. Кто кого? Либо коммунистический уклад победит капиталистический и вытеснит капиталистический мелкотоварный уклад, либо произойдет обратную ситуацию. В Советской России, тогда уже в СССР, коммунистический уклад вытеснил капиталистические уклады, мелкотоварные, и был построен социализм. То есть первая фаза коммунизма. Ну, некоторая статистика, скажем, доля буржуазии, удельной буржуазии в населении России в 1913 году составляла 16,8%, а в 1928 году он сократился до 4,6%, а в 1939 уже 0%. Ну, понятное дело, что в середине 30-х годов был построен социализм, уже никакого капиталистического уклада не было, соответственно, не было буржуазии. А вот что касается мелкотоварного производства, то здесь нельзя действовать как по отношению буржуазии, то есть свержением какого-то ни было класса. И вот Ленин отмечал особо, что мелкую буржуазию, ну а в России она составляла большинство населения, прежде всего крестьянства, можно решить только организационной перестройкой всего общественного хозяйства, переходом от единоличного, обособленного мелкого товарного хозяйства к общественному крупному хозяйству. Эта задача также была решена в период перехода от капитализма к коммунизму путем коллективизации. И в итоге удельный вес числа крестьян, составляющий еще даже в 1924 году 75%, он уменьшился до 2,6% в 1939 году. Ну вот остановимся на этом моменте, построен социализм, то есть коммунизм в первой фазе, а коммунизм, как известно, безклассовое общество. А что остается? А классовые различия остаются или нет? А классовые различия остаются. То есть класс капиталистов прогнали, отобрали наши средства производства. Крестьян, крестьянское хозяйство преобразовали либо в коллективное, либо в советское хозяйство. Все, рабочий класс остался. В то же время остались классовые различия. По другим классам критерия. Это различие между городным делением остается, между делением на управляемых и управляющих, между делением людей, работников умственного труда и физического труда остается. Остается в условиях социализма. Поэтому дальнейшее движение к полному коммунизму, то есть полному бесклассовому обществу, оно состоит в том, чтобы уничтожить оставшиеся классовые различия. Вот опять обратимся к Владимиру Ленину, к его идеям, к его авторитету. Но он писал, что для полного уничтожения классов, для полного, повторяю, надо не только свергнуть капиталистов и отменить их собственность, а необходимо уничтожить другие классовые различия, в том числе различия между людьми умственного и физического труда, между управляющими и управляемыми городом и деревней. Вот как ведь здесь быть? Вот сложная задача. Обратимся прежде всего к теории. Вот Ленин дал такую замечательную формулировку, я думаю, многие сидящие в зале ее знают. Социализм есть уничтожение классов. Вот она такая диалектичная со всех сторон. Либо социализм ликвидирует, уничтожит классовые различия и перерастет в полный коммунизм. Либо вполне возможно обратно, противоположная тенденция. Когда эти классы победят социализм, тогда будет возврат к классовому антагонистическому отчеству, к капитализму. Только что, кстати, имеем сейчас. Поэтому было бы грубейшей ошибкой понимать дело таким образом, что если обратились средства производства в общественную собственность, создали крупное обобщисленное производство не только в городе, но и на селе, но тем самым преодолели данные классовые различия раз и навсегда. И нет возможности возврата назад к классовому обществу. Здесь, получается, две крайности. Ну, вспомним, что говорили в спортивных трибун в период СССР, особенно после 60-70-х годов, что у нас все хорошо. Никаких нет противоречий классовых. Все замечательно. Но раз все замечательно, то не нужна никакая борьба. Ну, ведь мы знаем, что вообще в противоречии есть две стороны. Не только одна, у движения вперед к полному коммунизму, когда мы ликвидируем эти классовые различия. Но есть противоположная тенденция. Если с ней не бороться, что будет? Так она будет побеждать первую позитивную тенденцию, негативную тенденцию. И тянуть куда нас? Сначала как минимум в переходный период, только теперь уже от коммунизма к капитализму, затем капитализм. Вот в развитии марксистско-ленинских идей Михаил Васильевич Попов вывел и обосновал противоречия между бесклассовой природой коммунизма и наличием классовых различий на его первой фазе. Это противоречие является развертыванием системы противоречия, изложенных ему в известной работе «Планомерное разрешение противоречия развития социализма как низшей фазы коммунизма». То есть, с одной стороны, социализм – это что? Коммунизм в первой фазе. Коммунизм без класса и общества. Поэтому при коммунизме классов-то нет. Есть только один класс, а классов-то нет. Тем более антагонистически. Но с другой стороны, поскольку это первая фаза коммунизма, тот коммунизм, который еще вышел из недр старого общества и во всех отношениях, и в экономических, и в нравственном, несет отпечатки старого. Вот они, отпечатки – это классовые различия. Соответственно, противоречия. А противоречия есть две стороны и две тенденции. Одна – к тому, чтобы преодолевать классовые различия и идти к полному коммунизму. И противоположная. Какая победит? Не факт, что автоматически. Более-то я неправильно даже говорю. Если кто-то считает, что автоматически мы придем к полному коммунизму, то это глубочайшая ошибка. Должна быть систематическая борьба. И условием, я возвращаюсь к положению Марса и Ленина, этим главным условием является диктатура пролетариата до полной победы коммунизма. Это в теории. Вот я коснусь двух, на мой взгляд, попыток одностороннего понимания этого вопроса. Одно я говорил. Один – это то, что, скажем так, лилось потоком мутным с трибун КПСС, апологетов, развитого социализма и прочего. А вторая, она несколько другая. Вот есть такой товарищ Герасимов, наш бывший соратник, как бы в кавычках возьму это слово, который, вроде бы так, эти слова слышал, классовая борьба и диктатуру пролетариата. Но он эту диалектику классового, не классового, передвижения от социализма к полному коммунизму, как-то не признает. Но в то же время считает, что должна быть классовая борьба. Как вот разрешить? Он выдумал такую тезис, что в условиях социализма есть класс служащих, отдельный класс служащих, наряду с рабочим классом. И интересы которого противоположны интересам, коренным интересам рабочего класса. Ну, вроде как, он делает несколько задний ход, отнести или заявлять, что учителя и врача, и там рядовые служащие, незаинтересованных в построении безкласса общества, вроде как неловечно, он выделяет в этом классе служащих верхушку, верхушку управленцев и принкнувших людей и заявляет, что все, вот у них интереса, коренной их интерес не заключается в том, чтобы построить безкласс общество. Значит, получается тогда по его концепции, что в условиях социализма мы имеем антагонистические два класса или два класса с коренными противоположными антагонистическими интересами. Рабочий класс и вот этот класс служащих. Ну, во-первых, это возврат нас, он кидает нас как менее переходный период, а то еще и в капитализм. А во-вторых, получается, невозможно построить полный коммунизм безкласс и общество. Ну, давайте представим, вот здесь сидит управленец. У него объективное экономическое положение такое, что он не заинтересован. Его коренной интерес заключается не в том, чтобы строить безклассовое общество, ликвидировать, уничтожать классовые различия. Ну, раз так, что надо делать? Ну, надо снять его, поставить новое. Утром поставили, а вечером, что с ним надо сделать? С этим человеком. Если его объективное положение заключается в том, его коренной интерес, чтобы не построить, чтобы не строить безклассовое, так сказать, коммунистическое общество, значит, его надо снять. Получается невозможность вообще построения полного коммунизма. Вот такая петрушка. Ну, надо сказать, если немного углубиться в эту историю, попытка теоретически, так сказать, обосновать как-то наличие отдельного класса послужащих, она не нова. Она не принадлежит Ивану Михайловичу. Вот как только появился Марс, появился марксизм, тоже появились его критики, которые попытались в том числе и с этой стороны как-то реализовать, убрать в сторону вот эту четкую классовую конструкцию Маркса и Энгельса. Ну, вот один из тех ученых, Макс Вебер, который очень сейчас поднимается на щит и сегодня у нас в России, вот он ввел такие понятия, что есть кроме класса капиталистов, класса наемных рабочих, мелкой буржуазии, есть еще такой промежуточный класс, всякие там управленцы, техническая интеллигенция и прочее, прочее, прочее. И затем у него много последователей пошло. Вот кто использовал именно термины такие, как класс служащих, могу назвать некоторые фамилии, это Карл Реннер, австрийский политический деятель, вот, он писал о классе, думаю, как бы, служащих тоже, фактически. И сейчас такие деятели есть. То есть, на самом деле, это ничего здесь нового нет. Есть попытка как-то вот разводнить вот эту классовую противоположность между капиталистами и наемными рабочими, массой вот этих разных прослоек. Хотя, на самом деле, здесь любые критерии мы можем взять и, так сказать, придумать чего угодно. Так, ну мы возвращаемся к теме. Вот это теоретическая постановка вопроса и ее решение. А как на практике решался, вопрос, его надо решать с учетом опыта нашего собственного. Ну, во-первых, это улучшать условия труда. вспомним еще одну мысль Ленина, ставшей крылатой, что все формулы коммунизма у Маркса сведены к улучшению условий труда. Понятное дело, мы возьмем пример, может, даже помечтаем немного. Вот шахта, вот шахтер. Ну, условия труда улучшались. Улучшается не только при социализме, но и при капитализме. 150 лет назад работали киркой, затем появился отбойный молоток, затем угольный комбайн. Но мы можем представить такую ситуацию, когда через сколько-то лет скажем, будет автоматизация доведена до той степени, когда уже не нужно будет спускаться на землю, вот будет сидеть завод управления, вот в кабинете, скажем, два человека сидят в галстуках, работают за компьютерами, действия ничем не отличаются, на кнопочки нажимают. Но один баланс считает, кто он, бухгалтер, а другой управляет угольным комбайном, который под землей, кто он, рабочий. То есть это важное, важнейшее направление деятельности. Но можем сказать, что тем самым классовые различия будут разрешены. Нет. Это одна часть проблемы. А вторая есть классовые различия. Какие? Например, деление между управляемыми и управляющими. А как быть здесь? Вот тоже иногда читаешь работы периода СССР, 70-х, 80-х годов, так называемый развитого социализма, которые говорят, односторонняя постановка вопроса. Вот социалистический аппарат управления. Да, он действительно социалистический аппарат управления. Все там чисто, все хорошо. Ну, как же, если вторая сторона, всякие нехорошие явления, как бюрократизм, терреризм, коррупция и много еще чего можно вспомнить. Как решить эти проблемы? Некоторые говорят, давайте создадим новый комитет по борьбе с бюрократизмом. Ну, понятное дело, что в этом комитете будет такой же бюрократизм. Никакой этой проблемы не решить. И путь только один. Считаем Владимир Ильича Ленина. У него тоже есть мысли, которые стали крылатыми фразами. Выход то здесь один. Всеобщее участие трудящихся в управлении. Чтобы каждый на время становился бюрократом и чтобы никто не мог стать бюрократом. И, кстати, период строительства социализма дал тогда невиданный был подъем творческой энергии людей. И он дал многочисленные формы решения этого вопроса. Я могу сейчас по памяти перечислить, скажем, шествия заводов над госаппаратом, выдвиженчество, совместительство работы в государственном учреждении и на заводе. Ну, давайте вот оценим с точки зрения радикального, кардинального решения вопроса борьбы с бюрократизмом все эти формы. Шество заводов над госаппаратом это что такое? Это, по сути, рабочий контроль. Вот сидит аппарат управления, рабочие потрудились, славно всегда на рабочем месте пришли и что-то проконтролировали. Но это слабая форма, наверное, неудачное слово слабая, первичная такая форма, которая не решает проблему. Выдвиженчество это когда наиболее грамотных, активных, принципиальных работников от станка выдвигают в аппарат управления. Но и проблема здесь тоже не решается. Если человек оторван от станка год за годом, месяц за месяц, день за днем, его объективное положение меняется. И те же элементы бюрократизма появляются в деятельности. Вспомним всех наших членов полюбюро, генеральных секретарей, рабочих у нас полюбюро не было никого. Но, наверное, практически все были бывшими. Хрущев же позиционировал себя как шахтер, Горбачев был помощником комбайнера, и Брежнев тоже какое-то время был рабочим. Все бывшие. На самом деле это уже далеко никакие они не рабочие, естественно. И вот такая форма, как совместительство работы на заводе с работой в госучреждении. А вот это уже форма, которая самая развитая. Когда человек подставил за станком, трудился ударно, затем пришел, поруководил государством. Но возникает проблема. А когда он это будет делать? Час до работы ехать, 8 часов за станком стоять, час домой, все госучреждения закрыты и вообще человек устанет. Значит, путь один. Путь один. Должно быть свободное время. Свободное время, чтобы заниматься этой деятельностью. Вот, кстати, в программе РКП Ленинской так и было сказано. Надо отработать 6 часов производительного труда, затем военно-искусству и в аппарате управления. Ну, кстати, 6 часов это не обязательно как идеал. И 5 часов, и 4, и меньше. И что тогда получается? Значит, вот сокращение рабочего дня и увеличение свободного времени, которое пойдет на то, чтобы использовать и работу в аппарате управления, и на выполнение целей социалистического производства, я напомню, там вторая составляющая, это свободное, всестороннее развитие всех членов общества. Тоже свободное время нужно для этого. Значит, вот вторая, я бы сказал, генеральная линия. То есть сокращать рабочее время. Можно сократить рабочее время декрета, но, конечно, нельзя. Путь-то один – повышать производительность труда. А повышать производительность труда непосредственно общественное производство, сущность которого основана на том, чтобы сокращать рабочее время. И все его методы, экономические методы, показатели, инструменты, они как раз ориентируются на то, чтобы сокращать рабочее время и, соответственно, увеличивать свободное время. что у нас было, если посмотрим историю. После победы в социалистической революции первый декрет был, один из первых декретов узаконили восьмичасовой рабочий день. Но я напомню, что в 2013 году по статистике рабочая неделя была 58,5 часов. Фактически, наверное, больше. Затем в 27 году начался переход от восьмичасового рабочего дня к семичасовому. Но напомню, что была шестичасовая рабочая неделя. И, к сожалению, этот процесс приостановился из-за Великой Отечественной войны, когда, понятно дело, большая опасность. Но после войны, после восстановления народного хозяйства, снова восстановили семичасовой рабочий день. А вот что произошло дальше? А вот дальше произошло два интересных события. Первое, то есть на протяжении вот этих перешли к пятидневной рабочей неделе, а рабочий день увеличили. Ведь это негативно. Было семь часов, встал восемь часов. Как сам управлять государством? Да никак здесь. После работы прийти домой на диван лечь. И второе, а ведь рост производительности труда был даже в те годы, когда уже начался фактически переходный период обратный, коммунизм, капитализм. Ну тебя посмотрел статистику того периода, скажем, за три пятилетки девятые, десятые, одиннадцатые, это начало восьмидесятых годов, рост производительности труда только в промышленности составил, обеспечил экономию 22 миллионов человек. Значит, на сколько можно было сократить рабочий день у непосредственных производителей? Достаточно много, на час, на два. Но такого не произошло. А куда был направлен весь этот эффект? Ну две вещи. Ну первое, это увеличение социальной сферы непроизводительной. Наверное, здесь в частности можно согласиться. Учителя нужны, школы нужны, больницы нужны и так далее. А второе, увеличение освобожденного аппарата управления. Вот такая статистика. Если с 40-го по 65-й год обеспечивалось сокращение численности государственного аппарата с 1 миллиона 837 тысяч человек до 1 миллиона 460 тысяч человек, то начиная с 65-го года, когда началась так называемая Косыгинская реформа, пошел устойчивый рост численности аппарата управления. Монг к 84-му году составлял уже 2 миллиона 658 тысяч человек. На миллион с лишним. Вот куда пошла экономия рабочего времени достигнута за счет роста производительности труда. То есть процесс ликвидации классовых различий был остановлен и направлен как раз спять. Соответственно, перестали решаться вопросы сокращения рабочего дня, ну а после реставрации капитализма в нашей стране буржуазной власти вопрос сокращения рабочего дня вообще не ставится. только наоборот когда прогрессивные силы начинают его активно продвигать тогда эта власть вынуждена реагировать. Я кстати должен отметить что посмотрев научные работы заявления политических деятелей могу сказать что вот эта идея сокращения рабочего дня до 6 часов сохранения заработной платы которую мы продвигаем она находит своих сторонников и среди буржуазных ученых и буржуазных политиков не только у нас в стране два примера я приведу даже процитизм может быть читал вчера такую работу прекариат это не пролетариат прекариат от протокласса к новому классу вот автор пишет в настоящее время 100% буржуазный автор проводит соответствующие идеи но вынужден отмечать в настоящее время стоит вернуться к идее Маркса о том что богатство в будущем обществе будет заключаться в величине свободного времени правильно мысль и дальше он там пишется которое получается за счет уменьшения величины рабочего дня вот среди политиков вот мы на сети ревиз смотрим интернет знаем что во Франции нешуточные классовые баталии сотни тысяч людей если миллион и больше выступают против проекта увеличения возраста пенсионные так называемые пенсионные реформы вот одна из политических деятелей Франции Матильда Панно лидер парламентской фракции непокоренная Франция вот такое заявила целью 20 века было освобождение рабочего времени чтобы заниматься чем-то другим жизнью не обязательно развлечениями что борьба в 20 веке шла за повышение производительности труда которая увеличилась 40 раз к концу века именно для того чтобы освободить время для себя для других чтобы заботиться о своих детях и о других вещах поэтому этот вопрос имеется ввиду увеличение пенсионного роста полный архаизм он возвращает нас 20 даже в 19 век будем считать что прогрессивные идеи они рано или поздно пробьют свою дорогу но пробьют не автоматически а пробьют через борьбу противоположностей поэтому наша задача конечно стоять на стороне прогрессивной стороны противоречия и бороться за ее развитие соответственно бороться негативным так у меня все все же спасибо вопросы поступили пожалуйста одиночки тождественно ли понятие рабочий класс понятию пролетариат но если коротко нет если сказать если сказать более расширенно как раз вчера у меня было занятие в красном университете и последовал такой вопрос в перерыве по ровному другой формулировке врача можно ли являться ли врач пролетарием значит пролетариат откуда берется корень этого слова еще и с древнего рима пролетарии буквально период кто такие пролетари не имущие и все но по мере развития человечества когда это было рабловдение появился капитализм появился термин пролетариат и он приобрел другое содержание и если вы откроете манифест коммунистической партии но не первое издание 45-го года а по-моему издание английское вышедшее уже под редакцией Фридриха Энгельса Марса не было в 1894 году видимо были большие вопросы и проблемы видишь что Фридрих Энгельс сделал специальную сноску и примечание потому что путаница видимо была у некоторых товарищей что или кого понимать под пролетариатом где он четко однозначно сказал что под пролетариатом мы понимаем класс наемных рабочих если коротко которые немецкие средства и вынуждены продавать рабочую силу дальше по тексту то есть пролетариат это класс наемных рабочих в условиях буржуазного общества а рабочий класс это более широкая понятия если это капиталистическое общество то они естественно наемные рабочие это пролетариат а в социалистическом обществе они не наемные они у власти находятся никакого купли-продажи рабочей силы нет это рабочий класс если это другим содержанием как изменилась классовая структура общества за последние 30 лет США в Китае в РФ значит принципиальных изменений берем Соединенные Штаты Америки не за 30 лет не за 50 лет не за все годы существования капиталистических Соединенных Штатов Америки классовая структура я беру основные классы не изменилась там по прежнему на одном полюсе класс капиталистов на другом полюсе класс наемных рабочих и противоречия этих двух классов составляет форму проявления основного противоречия капитализма можно говорить о каких-то тенденциях и прочих скажем класс капиталистов понятно что Соединенные Штаты это крупнейшая империалистическая держава поэтому там не просто класс капиталистов а там господствует среди этих классов капиталистов финансовый капитал но это уже все как говорится детали что касается не основных классов то понятно что мелкая буржуазия это класс который не играет самостоятельной роли он постоянно болтается туда-сюда что касается численно то понятно дело что с ростом производительности труда численность рабочего класса уменьшается на этом основании некоторые говорят что ролик падает а я бы сказал наоборот возрастает поскольку все меньшее количество рабочих кормится и содержит все большее количество непроизводительных работников в Китае не могу сказать сейчас вот точно на цифрах слишком большое население в Китае в экономике переходный период идет там многоукладная экономика есть государственный сектор есть капиталистический сектор есть мелкотоварный сектор поэтому там наличествует уже достаточно много лет этот переходный период идет то есть там есть и класс капиталистов в том числе крупной буржуазии есть класс наемных рабочих которые трудятся у этих капиталистов есть мелкая буржуазия а есть рабочий класс который трудится на государственных предприятиях вырыв за последние 30 лет 30 лет назад в Российской Федерации сформировался или стал окончательно на ноги капитализм которым повторяется не буду два основных класса класс наемных рабочих и класс капиталистов что за 30 лет произошло в принципе ничего не произошло количественно ну так сказать мы рассматривали этот вопрос по количеству скажем рабочего класса могу сказать вывод что получается укропненно поскольку буржуазная статистика применяет всякие методы чтобы вымрать даже термин рабочий ну во всяком случае получается что в экономике России насчется порядка 21-23 миллионов работников которые можно причислить к рабочему классу рабочего класса на выступление записи нету ни у кого да так что заключительное слово пожалуйста дорогие товарищи я бы хотел в заключении акцентировать внимание на то что вот произошло у нас в СССР на что мы должны не просто обращать внимание что ни в коем случае нельзя упускать из виду а то что движение ну сначала от капитализма революции затем строительства социализма а затем от социализма к полному коммунизму это движение оно противоречивое те кто считает что все само по себе решится это люди фактически влияются пособниками негативной тенденцией которая тянет нас назад постоянно и это нас всегда помнит вот как только это выкинули забыли ну кто-то забыл а кто-то сознательно эту идею пускал тут же вот эта противоположная тенденция она взяла вверх и сейчас нет не СССР есть Российская Федерация на осколках СССР другие капиталистические государства и мы оказались где капиталистической страной и сейчас как говорится нужно нам все начинать сначала я думаю вот эти теоретические практические вопросы нам забывать нельзя спасибо за внимание спасибо так объявление можно сделать да пожалуйста а вы хотите по тем значит дорогие товарищи следующий четверг занятий не будет следующий четверг 23 февраля замечательный праздник день советской армии и военно-морского флота пользуюсь случаем поздравляю всех с праздником желаю нам победы борьбы с американским фашизмом и бандерами на украине занятие будет у нас через неделю на через две недели 2 марта тема занятия путь постижения современного марксизма читает лекцию профессор доктор философских наук Казенов Александр Сергеевич до свидания м м Субтитры создавал DimaTorzok